Всем ДВС друзья и это моя карьера в игре Endless Space Disharmonia, это DLC-ка, это игра в жанре цивилизации, так что если вы знаете цивилизацию, то здесь вам все будет близко, но эта игра мне понравилась и зацепила, я в нее играл просто очень-очень долго, меня она не отпускала, я хотел прямо ночью напролёт в нее сидеть, она со мной такого не была и моя радость была в том, что она не была. Когда я решил сейчас снимать, сказал, что вышло в DLC, хотя его очень-очень не хвалят, а наоборот хайд, он очень стрёмный, в то же время раз вышло DLC, то мне теплится надежда, что разработчики игру не бросят и это будет уже дальше серия, то есть будет вторая часть, в которой они подправят, добавят что-то, улучшат и так далее, и это будет какая-то хорошая действительно альтернатива цивилизации, потому что сейчас ей ничего нет, но цивилизация 5-м я не пошла, вот тем временем вы смотрите канал «Ноченье Топи» на ютубе, меня зовут Сергей Лав, если вы не в курсе, вот, цивилизация я не пошла, но если вы хотите, вы видите ее в моем исполнении, там 4-й или 5-й, я не знаю, как по производству, по производительности будет, пишите в комментарии, вот, если наберется достаточно количество людей, желающих цивилизацию, то я вам попробую, правда я буду в ней нубасить, правда и здесь я тоже буду нубасить, вот и полвечер я промышился с тем, чтобы заставить игру работать как надо, как видите, у меня версия дисгармония 1.1.17 и мод смол 1.3, и в этом была загвоздка, потому что все репайки, которые я мог найти, они были на лицуху русскую 1.1 и 1.1 версия не видела моды, кроме агрессив А1, точнее АИ, агрессивный искусственный интеллект, за авторством АИЛа, который я еще ставил на свою старую версию, когда я играл полгода назад, но мне нужен был вот этот мод смол, потому что агрессив АИ, я боюсь, что он будет сильно некорректно работать с дополнением, потому что дополнение переделали все-таки искусственный интеллект и все такое, вот и более современный мод это смол, тоже авторство АИЛа на самом деле, хотя здесь ставится, что авторство студии разработчиков, на самом деле это тот же автор, вот он тоже исправил много чего, ну в этом моде смол он мало чего добавил, вот есть мод Супернова, который вообще там конкретно все переписывает, вот смотрите, вот тут просто простыни, тексты тут переделано все, просто переделано как планеты генерируются, как все еще с гармониями, 9-3 какой-то нужно, а это на этом версии мод, ну ладно, забить, вот ну как планеты генерируются, как все научные исследования, флот все переделают, вот если что, мы обязательно поиграем в этот мод, но пока мы начнем новую игру, выберем диск наверно, elliptical galaxy starting regions, диск, да, я выберу диск, империи 8, age normal, size large, difficulty hard, играть я буду крейсерами, в принципе, я вам дайте покажу, просто по-бырому, вот есть тут разные расы, у них разные бонусы и штрафы, сделался и появилась раса гармонии, давайте посмотрим, что они добавляют, то есть сразу мы получаем возможность колонизировать тундру, ого, неплохой бонус на маленькие планетки, еще какая-то хрень, не хочу вставаться в детали, может показывать стратегические ресурсы, вообще скудно, всего 1% какой-то, collateral damage, ну так, ладно, хрен с ним, с этой какой-то фракцией, первый бонус, который там был вроде прикольный, вот на эти планеты, я очень люблю бонусы на маленькие планеты, здесь он у креверсов тоже есть, вот я еще играл омойобами, но омойобами, мне очень нравится омойобами называть, забавно, у них нету штрафов, зато есть вот бонус на пшено, на дэмэджи, там всякое такое, на шипкост, ну это, блин, без этих, без оружия, конечно, для всяких исследователей, вот такое тут есть бонусы, в общем, по всем этом, я думаю, не буду сейчас углубляться, все это, походу, будет проясняться и выясняться. Ух, начнем, надеюсь, что генерация будет хорошая и нам повезет с теми планетами, которые будут нас окружать, потому что я помню, когда играл полгода, ну вообще, когда я начал в эту игру играть, у меня столкнулся с тем, что я просто проиграю в дно на самых таких, не самых даже уровнях, там ниже нормала, хотя я эту заставочку я про скипаю, ну нет смысла это все показывать вам, если вы, там ничего интересно, просто представление расы, за которое мы играем, они одинаковые, ну для каждого раза разные, ничего там интересного в принципе не говорят. Итак, вот что представляет из себя игра, если кто ее не знает, то что я ее 720 запустил, опять же пришлось через конфиги делать, в игре нет поддержки почему-то, нормально 16 на 9, 720, есть там 1200 на 800, на 800, вот так вот вся игра выглядит, очень плоско, то есть 3D тут есть, но оно практически ни на что не влияет, в этой игру я просто засел, я обожаю пошаговые стратегии, очень просто обожаю, так и вот первое, что вот этот мод смол делает, он подкрашивает, все подкрашивает, правильным, ну разными цветами и по цветам можно сразу определить, в оригинале, сколько бы патчей и 2LC не вышло, все вот это белое, просто белое, блин, разрабы, там нужно внести всего пару блоков в конфиг xml и добавить то, что вот допустим вот этот, там вот тип такой-то будет окрашиваться в такой цвет и все, почему вы это не сделаете, я не знаю, почему, ну для этого приходится ставить мод, вот, то есть естественно, если он приходит, ну все моды большие, они естественно включают в себя вот этот мод окраски цветов, ну всяких-всяких типов, чтобы можно было по цвету определить, это жутко удобно и жутко неудобно в оригинале, поэтому мод смол я добавил, плюс там какие-то фиксы для искусственного интеллекта, чтобы он где-то не тупил, вот так вот все выглядит у нас, то есть в системе есть сколько-то планет, и эта система на самом деле не очень, здесь есть астероидные пояса, они непригодны для начала игры, абсолютно просто непригодны, у них штрафуются на 20% аппровол, он же лайки, я бы назвать то лайки, то аппровол, грамотнее аппровол назвать, то есть это, насколько население довольна тем, ну вообще своим проживанием, и здесь минус 20, такое ощущение, что там единая Россия правит на этих астероидных поясах, потому что, как еще можно объяснить такой низкий, просто дизаппровол такой высокий, вот, здесь минус 10, это не очень хорошо, здесь тоже минус 10, то есть это очень проблемно, ну достаточно проблемно для начала планеты, и только одна, но здесь, а редко, то есть это пустое, здесь есть вот грибы, не добавляют витям, неплохо, 10% есть такой показатель, как монополия витям, то есть монополия нужно контролировать 4 ресурса, ну, 4 единицы ресурс, то есть вот тут по 1 бывает по 2, вот в скобочках, то есть 4 единицы мы у нас есть, и мы получаем бонус, ну, допустим, если 4 гриба у нас будет, то у нас будет вообще 0,20% лайков вообще по всей империи, это очень хорошо на самом деле. Так, и первое, что я выберу, это вот exploration, то есть это как будет разрабатываться конкретно эта планета, есть 4 вида exploration, естественно, по 4 видам ресурсов, и здесь фишка в чем, вот вы можете оценить, что плюс 1 мы получаем за население человека на планете в любом случае, а остальные бонусы мы получаем в зависимости от того, какой, ну, какой тип это планета, видите, здесь плюс 1 пока стоит везде напротив, допустим, лава, тумбра, океаны, джунгли, террейн, но есть исследования, которые дают, допустим, плюс 2, там, до плюс 3, по-моему, или больше, можно это увеличивать, эти параметры, то есть, если правильно, на правильной планете, допустим, вот это у нас орит, и если, допустим, натерение, мы вот это поставим, и потом заисследуемся хорошенечко, то будет вообще прям здорово, ну, очень много будет прироста, вот, жрачки, еда, ну, влияет на то, как быстро у нас популяция растет, а это очень важно, индустрия, как быстро мы производим, золото, естественно, золото, ну, это золотая пыль, ну, можно назвать золотом, в принципе, неважно, ну, и наука, как быстро мы исследуем, и здесь я выберу соответствующие для Арида, исследование, это больше золото получать я буду, мне кажется, это полезно будет, ну, как мне кажется, я не знаю, на самом деле, я не самый сильный игрок в эту игру, и вот первые два вот этих исследования, они зависят от того, какие, какую нацию, ну, блин, ну, какую, что мы выбираем стартовым, вот, поэтому нам дают, видите, орит, мы можем колонизировать вот эти вот пустоши, и поэтому наши, ну, стартовые планеты, это пустошь, если мы, допустим, начали вот с этого, вот у нас был бы, бонус вот этот, то мы бы внутренне вообще бы начали, и так далее, то есть на тех планетах, на которые мы могли бы колонизироваться, и нам военные бонусы дают, но это не самый нужный бонус на начале, он очень полезен, но не самый нужный, вот, кстати, вот этот вот ксенобиологий открывать, эти стартовые, бонус там вот грибы, корни, будем корнями их называть, перец, вот, это вот то, что, ну, вот, гриб у нас есть, и пока я вообще не открою, вот этот вот ксенобиологий, я не могу получать бонусы за то, что он есть на планете, но мне нужно в первую очередь открыть вот это, вы видите, все планеты здесь подсвечены, разными цветами, это очень удобно, жутко удобно, и в Агрессив АИ, от того же разработчика, там была другая покраска немножко, там вот, Орид, по-моему, или пустыня, она белая была, остальные красились, но здесь он поменял цветовую палитру, видимо, так лучше, но это всякая, более поздняя версия, так и я, в принципе, со всем разобрался, кроме вот чего, видите, у меня население сейчас, ну, одна планета, там максимум 6 человек может жить, живет 3 человека, и эти бонусы, они очень важны, вот, то есть, за каждого человека мы будем получать бонус, соответствующий, там, плюс 2, допустим, за человека, да, и каждый человек будет дополнительно, плюс там вот эти вот, добавления, которые мы видели, тоже, и в моих интересах сделать, как можно быстрее рост популяции, это очень важно, поэтому я постараюсь, вот, на плюс 0, нельзя так сделать, нужно 20, накопить, как минимум, чтобы, чтобы купить первого героя, ведь здесь можно на 3, героев, покупать и, сажать их, либо на планету, ну, на систему, они будут давать бонус, либо на флот, то есть, естественно, они будут давать на флот, бонус, и стартовые, у наших 2 флота, у нас есть, колонизатор, и есть разведчик, так, я вижу только одну систему, где будет мини-ивент, ну, там что-то произойдет, так, и у меня есть, вот, смотрите, white sun, вообще, нам надо что-то, типа, вот, такое система, то есть, максимально близко к такой, вот, как, ну, вообще у нас, то есть, такого цвета, там, скорее всего, будут хорошо колонизированные планеты, здесь пока, я вижу полная лажа, у нас получилось, ладно, мы первый ход закончим, и будем ждать, будем ждать, что нам покажут, в этих, жалко, что ивентов, всего один ивент, там очень классно будет, допустим, плюс 40 апрувала на планету, сразу же мы получаем, там, на 5 ходов, Идрус, да, вау, вау, вот это штрафы, посмотри, во-первых, планеты сами по себе небольшие, при том, что Барон, честно, не могу сказать, как переводится Барон, я забыл, вот, хоть тресните, я забыл, как Барон переводится, в общем, тут минус 15 апрувала на этой планете, она очень хорошая для исследования, но, жить на них хреново, тем более, она очень маленькая, Арктика, минус 10, тоже для исследования, лава, это производство, производство, но, опять же, минус 15 плюс, везде, вот эти вот, на планетах бывают еще положительные, отрицательные аномалии, и, естественно, в наших интересах найти какую-то, очень там бывает аномалия, они просто, great increase, как говорится, качество планеты, там, допустим, плюс 1, население, там, плюс 30, там, как проволу, там, плюс бонусом, это все одна, допустим, а здесь, минус 10 и минус, 10, минус 10 и минус эти, минус 20, здесь и так-то минус 15, минус 35 будем получать просто, на этой планете, опробула, это просто мертвая система, можно о ней забыть на тысячу лет, я не знаю, может быть, через тысячу лет, мы сюда приедем, колонизируем ее, но я, уверен, что это полная туфта, и Амдор, в принципе, вот, Хьюч Арид, это, в принципе, хорошее, видите, то есть, оно и по населению, хорошее, и то, что Арид, это пойдет для нас, мы можем его колонизировать, и то, что перец, если видите, тоже, жрачечко, он будет увеличивать, то есть, он на империю дает бонус, 2% на империю, и 3% на каждого, то есть, это очень, на самом деле, то есть, видите, сколько тут, 8, 8 человек, то есть, 3 на 8, это, ух, 24, жрачки будет в сумме, когда я полностью заселю, тут очень-очень достаточно много, то есть, планета будет быстро, популяция расти на этой планете, тундра, но тундра, это тоже, в принципе, неплохая планета, пока я не могу планетировать, но это все исправимое, газовый гигант, это, газ-гидроген, это, очень, тоже, одна из самых плохих, на колонизации планет, очень много золота дает, но, опять же, дезапровал, тут еще вот такая лажа, в принципе, сюда надо отправить, именно колонизаторы, эту горитку за ней, в принципе, системка такая, более-менее, к структуре здесь, по-моему, и есть, да, да, это, это, такой вопрос, то, вот, либо сейчас, колонизирует, то есть, смотрите, есть, есть список игроков, видите, я в этом списке уже, почти в самом дне, и через, чем больше будет проходить ходов, тем в большем дне я буду находиться, то есть, видно, что комп играет лучше меня, и здесь я могу попробовать исследовать вот эту планету, но если здесь полная лажа, мне придется сюда возвращаться, давайте я все-таки, либо колонизировать вот эту, и потом уже исследователем туда направиться, это очень спорный вопрос, на самом деле, но я думаю, что надо колонизировать, раз эта планета очень хорошая, достаточно хорошая, положительная, ну, по крайней мере, блин, с другой стороны, здесь всего две планетки, это маловато, для того, чтобы сказать, что система потрясающая, видите, здесь, допустим, у меня пять, максимум шесть планеток, здесь всего две, ну, средний гигант, это жуткий лейтгейм, так, ух ты, вот с этим мини-вент, о которых я говорил, там очень много бывает, бывает отрицательно, бывает положительное, и здесь три опции, мы можем получить 10% исследования, на 50 ходов, либо плюс 50%, но за 10 ходов, то есть, это, в принципе, синонимично, то есть, либо мы имеем маленький бонус, но очень долго, 50 ходов, это очень большой срок, либо очень грейтлинг лист, но на 10 всего ходов, либо одну технологию, randomly discovered, получаем, так, я с минимизю, посмотрим, блин, не то нажал, и так, вот как выглядит наше дерево, естественно, randomly изучится, какая-то, которая вообще доступна, для рандомного изучения, то есть, либо вот это, либо вот это, то есть, из военной ветки, это не очень хорошо, если изучится вот это, фигня, потому что, ну, я смогу флот какой-то клепать, но, сейчас мне все-таки надо сосредоточиться не на этом, может изучиться вот эта фигня, эта постройка, по-моему, открывается, либо что-то типа, ага, как раз таки вон, это вот это вот изучение, то есть, exploration, видите, то есть, на exploration, получается плюс, еще один, если вот этот выберем, exploration на планете, то он будет добавить, дополнительно давать, уже будет не плюс один за человека, а плюс два за человека, как я и говорил, это тоже сейчас, ну, совсем мне не нужно, ну, не совсем нужно, но вот эти два, они очень нужны сейчас, получить их будет просто, офигенно, сами смотрите, бонусы, на золото, откроются, вот этот, грибы, мухоморы всякие, либо вот это, это тоже очень классно, exploration, ну, по-моему, это для exploration, так и так, нет, это улучшение, да, они именно улучшат, еду, ну, производство еды, естественно, расти, население будет на планетах намного быстрее, это просто классно, потрясающе, то есть, вот эту бы получить, конечно, халяву, было бы здорово, ну, либо вот, то, что мы тундру сможем колонизировать дополнительно, либо может открыться вот этим, тут можно будет пустыня, пустыня не очень хорошая планета для колонизации совсем, Арктика тоже не фонтан, ну, так же тут еще откроется, скорость передвижения по империи, это пока не самое актуальное, на самом деле, то есть, получается, у нас есть, то есть, вот по желтому мы определяем, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, исследований, восемь исследований, как вы видите, и всего два из них, скажем так, сильно актуальны, и можно сказать, что там, допустим, два, средней актуальности, даже ниже средней актуальности, все остальное просто туфта, поэтому рандом ли я не буду выбирать, потому что нам надо вот это вот, открыть, допустим, чтобы колонизировать те планеты, где вот минус 10, минус 15, опробовала, которая показала, нужно вот открыть хотя бы вот это, видите, то есть, она будет плюс 25 опробовала, то есть, допустим, получаем минус 20 на планете, строят этот маркет, и он хотя бы плюс 5 становится, вот что-то, то есть, мы можем, уже сможем как-то выравнивать, то есть, такие планетки, но пока что минус 5, это для нас минус 10, это уже очень плохая планета, в принципе, на данный момент, поэтому остается выбор либо такой вялотекущий бонус на 50 ходов, либо очень большой на 10 ходов, я думаю, что выберем вот этот, почему, потому что, допустим, через 20 ходов, через 20 ходов, плюс 10 процентов, они уже не будут так сильно влиять на наше развитие, ну, по крайней мере, да, это будет все-таки там, и до 50 хода, это будет ощущаться, что мы на 10 процентов, и когда он закончится, будет так резко, блин, а что, как медленнее стало все изучаться, но именно стартовый вот этот буст, ускорение, вот это развитие, которое нам нужно получить всеми силами, чтобы как-то остаканиться на системах, как-то застолбить места, там, в общем, нужно вот именно быстро вот это 50 процентов получить, вот так я долго все это расписывал, почему, потому что это пошаговые стратегии, я их обожаю именно тем, что здесь, это такая медитативная игра, то есть, это не пыш-пыш-у-ло, а куда-то ломиться, это именно наслаждение тем, что ты можешь подумать, посопоставлять какие-то элементы, и быть довольным тем, к тому, что ты пришел, либо быть недовольным, ну, в общем, вот такая игра, где там можно поставить перед собой, там, миску, спин, я не знаю, там, с чем угодно, каких-нибудь чипсов, и сидеть, просто наслаждаться размышлениями, так, здесь еще какой-то, да, вот он эффект нам пришел, так, ага, здесь, 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 вот здесь, скорее всего, я ставлю, что здесь красный супергигант, я ставлю, что там будут хорошие планеты, хоть это и вряд ли, так, видите, что исследование улучшилось, должно было остаться 3 хода, было 4, осталось 2 всего лишь, видите, здесь было 5 ходов, на исследование стало 3, то есть, 2 хода, мы экономим, то есть, вот это было 10 ходов, в сумме, теперь это только 6 ходов, в сумме, то есть, это 4 хода, это, грейтлинг рис, как я уже сказал, так, что здесь, exploration идет вяленько, но, но, у меня 26 золота, я могу нанять себе, кого-то, и здесь очень плохой расклад получился, на самом деле, смотрите, у них разные есть, классы, я не знаю, DLC добавил, или каких-то классов, но, вот этот хороший, в принципе, adventure и commander, это хорошее, в принципе, сочетание, в принципе, да, я на самом деле вам вру, это тоже очень хорошее сочетание, имбовые, я бы сказал, сочетание, отличный флотильщик, и отличные планетарщики, я что-то как-то тупанул, администратор, самый имбовый, вообще, класс, его вроде как порезали, а от корпоративного, наоборот, улучшили, но, это все туфта и вранье, и так есть у каждого героя атрибуты, вот они, сумма бонусов, то есть лабор увеличивает вот это, вид, вот это, мили, вот это, дефенс вот это, фенс вот это, если вы не успели прочитать, ставьте паузу, пересматривайте, не буду углубляться, вот сумма марка, того, что дает этот герой, вот это дает именно то, что он администратор, потому что у него высокий достаточно лабор, ведь 10% жратвы, то есть быстрее будет развиваться планета, в плане населения, и быстрее там будет все, что-то строится, так же то, что администратор будет очень быстро, то есть, вид, видите, 9, я предпочел 9 или 10 лабора, все-таки, здесь нет бонусов на защиту, атаку, то есть он во флоте вообще ничего не будет делать, бесполезно просто, то есть, но зато он будет науку на 20% увеличивать, на систему и 20% золота, это огромный бонус просто, и вот этот 5-7, тут был у нас 5-9, а здесь всего лишь 5-7, потому что здесь ушло в 3 в дефенс у него, и видите, здесь 14% у него всего лишь, а здесь 18, это огромнейший бонус, я возьму его, это просто потрясающий чувак, я сразу же его на эту систему сажаю, отлично, и мы смотрим теперь, что у нас по системам, все кончился, мы халявный бонус, он был на 5 ходов, по-моему, всего лишь, или не было, что тут я, не было тут бонуса, да, это бонус на исследование, я чуть уже, заговариваюсь, и он увеличил, и мне надо максимально постараться, блин, я потеряю, конечно, очень сильно золото, у меня не будет прироста, а мне надо еще как минимум, я оставлю тогда вот такое вот, чтобы 5 ходов все-таки до роста популяции осталось, вот, потому что нужно увеличивать все бонусы, вот эти планетарные, вот которые вот здесь видно, и здесь, ну, за человека на планете, ну, человек, я все время считаю, что один человек, на самом деле, это как-то не один все-таки человек, вот, и здесь я допустим, плюс 6 золота за человека получаю, то есть если у меня 6 человек, то это 36 золотых я получаю, а если 3, то всего лишь 18, соответственно, то есть в моих интересах, как можно быстрее увеличить до максимума, или почти максимума, но, естественно, чем их больше, тем медленнее они прирастают, вот, и бонусы, за героя я получаю 1,3, то есть не очень много казалось бы, здесь я за героя получаю, я за героя, смотрите, получаю минус 2, но это за его обслуживание, то есть он 2 входа стоит мне, но плюс 4,4 я получаю бонус, то есть очень хорошо компенсируется, естественно, я получаю 1,7 за героя, за исследование, и здесь за него 1,3, это кажется очень мало, на самом деле, так оно и есть сейчас, это какие-то единицы, единицы буквально, единицы, то есть без преуменьшения, но буквально пройдет ходов 6,7, я думаю, к 10-ому ходу, бонус с героем будет просто очень огромен, по ощущениям, так, мое состояние, все еще Денищенское, что здесь нас ждет, хуй какая-то, извините, ну реально это хилл какой-то, и мы открываем, так, эта хрень, a new advanced defense ship, вау, то есть нам здесь дали корабль, я так понимаю, ну где же он, да еб, он креетнулся, я не вижу, чтобы он здесь где-то креетнулся, ага, во, здесь вот он, advanced, патроллер, а это очень, очень здорово на самом деле, потому что патроллеры делать это ходу в 5, 4, 3, ну достаточно, в общем, ходов придется тратить, видите, он летает неплохо, я отправляю его сюда, я очень надеюсь, что он долет, ага, надеюсь я, и так, что у нас в этом, хилл, вот допустим, смотрите, хорошее, в принципе, аномалька 10 дает, здесь hollow planet, вау, то есть дополнительное население, плюс уйдет, потому что, хорошо, но барин это очень плохая, не помню, как переводится барин, простите меня, не бейте тапками, ох ты, ёпт, на, хилл, черт, как-то его надо нормально называть, хоть здесь и тундра, тундра это очень хорошая планета, в принципе, хорошая планета, смотрите, garden of eden, она выделена зеленым, таким, это одна из лучших вообще аномалий, это дополнительное население, то есть, это small tundra, смотрите, small tundra, за то, что у меня такая раса, по-моему, я получаю бонус, или буду получить бонус, не могу сказать, но она, small, она должна быть, по-моему, на 3, да, 3 всего было бы население, но то, что я такой раса играю, плюс 1, то, что здесь garden of eden, плюс 1, то есть, это 5 уже, 5, плюс здесь еще одна тундра есть, в принципе, неплохая, правда, вот эти барны как-то с ним, и смотрите сами, плюс 20 опроволова, и плюс ко всему вообще, просто это потрясающе, на самом деле, планетка, ее надо, надо ее, то есть, исследование, блин, у меня кушку лаят, вот это мне надо исследовать, в первую очередь, значит, блин, я не то нажаю, как мне, ага, тут через shift, я поставил очередь, так что она будет исследоваться, и как только я смогу колонизировать, и пока трудно делать какие-то предсказания на будущее, но возможно, система будет вообще одной из лучших, которую я смогу колонизировать, потому что garden of eden, наверное, как правильно читать на английском, сады, эдема, или эдена, что-то узнает, вот, это действительно очень хороший бонус, и как раз таки то, что я взял, 50% улучшение на 10 ходов, оно скажется, то, что я на два хода быстрее, смогу туда посадить своего колонизера, сами понимаете, просто потрясающе, он ждет теперь, так, вот этот вот, он едет, на самом деле, видите, микро-ивенты, это просто потрясающая вещь, если с ними везет, можно получать бонусы к развитию, если не везет, то не получать, вот, я получил к исследованию, получил корабль на халяву, это очень здорово, но я сюда не успеваю доплыть, так, здесь я поставлю приказ, ждать, пусть ждет, так, ждем, что же будет, сейчас очень много зависит, от того, как грамотно сыграть, именно в начале, потому что, именно начальное развитие, определить буду я, в отставании, власти, у меня будет, естественно, догоняющий флот, меньше ресурсов, чем у, допустим, прочих, раз, меньше всего, то есть, в невыгодных, буду я в невыгодных ситуациях, положении, или в выгодном, все-таки, я очень надеюсь, что вот здесь сейчас, что-то будет хорошее, то есть, если здесь будет лажа, то, да, здесь лажа, тем не менее, Адана, вау, вау, тундра, тундра, это хорошо, здесь всего минус 5, здесь плюс 6 к производству, плюс минерал рич, плюс 3 к производству, то есть, это очень классно, вот это, сама планетка, но, тени орит, тени, видите, тени, она всего 3, здесь опять же, есть бонус хороший, в принципе, неплохой бонус, то есть, она тоже будет расти, но, очень маленькая, все-таки, очень, здесь, дальше у нас, дезарт минус, отрицательная, не очень хорошая, и, лава, тоже с очень нехорошей, здесь, правда, есть, вот такая фигулька, но, она не компенсирует, по-моему, то, что, ну, в принципе, тоже неплохая, потому что, вот эта, геотермальная активность, она штрафует, по идее, она такая, знаете, не то, чтобы отрицательная, просто своеобразная, то есть, минус один тут, плюс один тут, то есть, это смотря, что вам нужно, то есть, больше производства, здесь, еще больше производства на этой планете будет, то есть, это супер производственная планета, на самом деле, да, ну, и то, что она будет, в принципе, золото немножко давать, тут есть титаниум, это вообще, то есть, здесь есть титаниум, человека минерал речь плюс три то есть это люди производства просто одолго производственная планета все три и техна заточено под производством но я не могу и колонизировать могу только варитку все есть но на редкие то тупиковая вообще будет задача если я там сяду я с ними слезу очень долго не смогу разведен очень мало будет население там я не смогу просто куда то пересесть так то плывем до сюда отлично суды еще трое пока я никого не встретил бетел дизард лук гравитер хорошая хорошая ничего не скажем более менее скажем так м тоже неплохая смотрите склеер он неплох здесь у нас но плава медиумарит нет системы вот это неплохая то есть она не то чтобы фантастика очень очень неплохая то есть по населению по всему это неплохо надо надо сюда будет засесть прошло то тут просто откровенный так плывем дальше здесь нет только на следующий ход доплыву да да у нас еще два хода есть для того чтобы могу сократить как то время прироста не могу даже если я просто в новую снижаю совершенно не идет надо еще одного героя нанимать так тем не менее я уже построился и мне нужно это хайф шип он будет стоить 12 ходов и вот смотрите патроллер он строится 5 ходов то есть там не дали его на халяву и это плохо я не могу сейчас это построить не имеет смысла зато у меня вот это открыто да этим или прошлым ходом я просто на прошлом ходом я посмотрел по мне тут ничего не строил вот он 5 ходов будет строиться и будет давать плюс 1 за человека то есть плюс 3 производства он даст то есть всего 15 будет 18 точек это будет ощутимо скажем так так в общем я думаю что пять ходов на первое видео достаточно буду продолжать обязательно проходить эту игру но как проходить она тут сгенерировал плане вселенную да и играй вот я буду играть мне мне очень нравится она медитативная такая позволяет думать меньше суетиться вот если она вам понравилась тоже июля раньше нравилось так же как и мне то не забывайте голосовать за нее вконтакте писать лайки ставить комментарии все такое и прочее потому что ваши активности будет означать то что я не зря это снимаю все вот а на этом я буду с вами прощаться до скорых встреч и надеюсь что разве только себя но и вас